что можно начинать уважаемые коллеги я вас приветствую давайте продолжим изучать гармонический анализ итак мы остановились на следующей важной теореме теорема пера давайте я ее напомню и мы ее докажем теорема 8 значит пусть у меня функция f из l1 от t если f непрерывно точки x то последовательность сумм фира сходится к значению более того вот эта часть самая важная здесь более того если f непрерывно всюду на то ну сходится в каждой точке ну вот дополнение важно что теперь сходимость равномерно значит последовательность сумм фира давайте аргумент не буду теперь писать равномерно сходится к f на r давайте докажем эту теорему ну что я должен как-то оценить малость разности n сумм фира и f от x давайте запишем разность сигма n f минус f от x в интегральном виде ну пользуясь тем что мы с вами на прошлой лекции в конце вывели значит интегральное представление суммы фира с номером n большой выглядит вот так да ну дальше на n ядро фира было такое коллеги вот а теперь я напишу вот так и вот так что я сделал я добавил константу f от x это значение x у нас зафиксировано что я добавил я добавил f от x на интеграл от минус пи до пи n на ядро фире но интеграл такой равен пи пина спи сокращается да остается просто значение f от x что и было здесь все понятно коллеги ну а дальше традиционный прием как-то этот разбить как ну используя конечно условия давайте это запишем давайте я чтоб вот этот вот агрегат не переписывать обзову его и большое зафиксируем эпсалон больше нуля и пользуясь непрерывностью f точке x выберем дельта так что выполняется следующее вот коллеги да как раз значение в точке x это какое-то сдвинутое значение это можно сделать маленьким когда модуль т маленькая да ну давайте вот я это и запишу давайте не строгое неравенство и половиночку возьму разобьем интеграл следующим образом так ну вот здесь у меня интеграл стоит на пи я давно жил да коллеги вот интеграл получился от минус пи до пи ну давайте первый интеграл там я там где я контролирую т ну вот так плюс все остальное а что все остальное от дельта до пи и здесь вот минус пи до минус дельта хорошо давайте опять присвоим это первый интеграл второй интеграл третий интеграл оценим каждое слагаемое в правой части оценим да поехали модуль и 1 ну поехали интеграл сюда модуль навесил не превосходит интеграл от модуля так пишу не превосходит интеграла от модуля фейера коллеги все ли понятно я уже начал использовать особенность того что у меня рассматривается именно сумма фейера до что дополнительно здесь получается Получается неотрицательность ядрофера. Вот я здесь модуль уже снял. Но давайте с вами оценивать, что я здесь имею. Вы согласны, что я контролирую вот эту вот разность? Вот так контролирую. Правильно, коллеги? Поэтому я давайте запишу, что это все не превосходит эпсалон пополам. Ну а здесь давайте по максимуму проинтегрирую. Этот интегралчик чему равен? Пи, да? Ну давайте я запишу. Итак, коллеги, я оценил первый интеграл. Давайте оценим второй интеграл. Там наоборот я не контролирую значения. Но знаю, что вот это ведет себя хорошим образом вне окрестности нуля, что у меня и наблюдается. Поэтому использую такую оценку. Меньше либо равно. Давайте запишем это. От дельта до пи. f от х. Минус t. Минус f от х. fm от t. Дмю от t. Ну, вынесу вот эту вот величину. Не превосходит. Супремума fn от t. Где t у нас от дельта до пи. Я вынес, вот это заменил на максимум. Так, что остается? Остается от дельта до пи. f от х. Минус t. Минус f от х. По модулю d мю от t. Коллеги, все ли понятно? Давайте последний множитель, последний интеграл можно оценить следующим образом. Последний множитель можно оценить так. Ну, как так? Давайте я вот что сделаю. Ну, разобью на 2. Да, давайте я так сейчас неравенством треугольника здесь воспользуюсь. Так, так. d мю от t. Пойдет, коллеги? Расписал. Ну, все. Давайте сами смотреть. Скажите мне, пожалуйста, ну, вот это х фиксировано, значит, это константа. Если я это выношу, здесь будет длина отрезка, она не превосходит пи. Значит, я вот эту часть могу оценить, константа на пи. Надо бы разобраться с вот этим интегралчиком. Давайте я здесь проинтегрирую от минус пи до пи. Тогда что у меня здесь получается? Кто что увидел? Ну, давайте, сдвинул, сделал замену. Здесь s возникло, здесь отрезок сдвинулся, но нам наплевать, потому что периодическая функция. У меня получается от минус пи до пи модуль f от s ds. Это что такое? Ну, молодцы. L1 норма, функция f, так? Есть такое дело? Ну, у нас вроде функции из L1 от t, так? Поэтому давайте я и запишу. Это значит, у меня будет. Я не могу. Так. Плюс пи f от s. Ну, и вот это давайте константа c. Коллеги, все ли пока ясно? Все. А теперь скажите мне, пожалуйста, остался вот такой вот интегралчик. От минус пи до пи от вот такого агрегата. Давайте мысленно проговорим. Тут все легко. Что будет, если я сделаю замену t на минус t? Вот здесь вот минус t вылезет. Но это у меня четная функция. Поэтому вроде все хорошо, так? Все. И значит, я опять сведу к вот такому же интегралу. Можно так сказать? Давайте запишем в силу четности ядра фера. Аналогичная оценка. Ну, давайте так, поясним. Да, оценка для модуля e2 справедливо верна и для модуля e3. Следовательно, в итоге я имею следующее. Да. Так, ну что, я должен поделить на пи. Да, тут я множитель пока не учитывал. Правильно, коллеги? Делю на пи. Эпсилон пополам получил. Это оценка здесь. А там что я получаю? Я получаю вот это. Я оценил константой c. Что тут будет, коллеги? Пи, c супремум, да? f, n от t. Сейчас, да, простите. Делить на пи. Двоечка, видите? Так, что тут от дельта до пи, да? Да. Хорошо. Вот, все, спасибо. Да, правильно. Ну что, давайте с вами оценим. Так как супремум fn от t стремится к нулю с ростом n, то существует такой номер, конечно же, зависящий от дельта, что, ну давайте, чтобы здесь epsilon получилось, что мне нужно взять? да, те, что супремум fn от t меньше... Меньше чего, коллеги? Ну вот я должен, да, c на пи на m, да, я должен получить меньше epsilon пополам, так? Вот m мне надо оценить, но должен... Да, epsilon 4... epsilon пи, да? Да, пи, да. Так, 4... c, да, ну вот так. И значит, да, что при всех n больше n нулевое, и значит... И значит, что... И значит, при таких n у меня будет выполнена такая разность. Теорема доказана в первой части. Ну а теперь давайте вторую часть докажем. Скажите мне, пожалуйста, если f непрерывно на r, то в силу периодичности f равномерно непрерывно на r. Ребята, это понятно? Вот. Давайте я это как упражнение оставлю, проверить, аккуратно записать на... Ну там вылезти там за отрезок длины периода, да? Там найти по теореме Кантера по epsilon delta и показать, что оно годится для всех теперь. Понятно, коллеги? Если равномерно непрерывно... Теперь скажите мне, пожалуйста, вот здесь, конечно же, delta зависело от x. А если у меня теперь равномерная непрерывность есть, то delta можно выбрать одним для всех x. А что там у меня? Номер у меня зависел от delta. Но раз у меня delta перестает зависеть от x, фиктивная зависимость, годится для всех, то и этот номер годится для всех. А это что означает? Равномерную по x оценку. А это и есть равномерная сходимость. Так? Давайте запишем. Так. Если f непрерывно, то в силу о впередичности f равномерно непрерывно. Поэтому delta, а значит и номер n нулевое можно выбрать независимым от x. Давайте. Это означает, что у нас есть равномерная сходимость cap на r. вот такой вот замечательный результат. Ну, не сложный, на мой взгляд. ну все, хорошо получили. Давайте, что я тут запишу? Ну, задачку дам. Я мало задачек формулирую, но она может быть не совсем очевидная. Если номер, если, да, пусть у меня p такое, покажите, то выполнен аналог теоремы для функции из lp, то есть, что если у нас f из lp, t, то выполнено вот это. Теорема также вот это применяется, но уже не так может быть серьезно, как теорема 8, но подумайте для желающих. Так, ну что, давайте получать некоторые результаты. Тригонометрическим многочленом называется произвольная линейная комбинация элементов тригонометрической системы, то есть выражение вида. То есть выражение вида. Ну, какое? где аитые, битые, ц? житые, это все комплексные числа. Тут я написал по аналогии с рядом фурье только для того, чтобы та же связь, которая у нас была для ряда, сохранилась и для этих. Коэффициенты связаны так же, как и раньше. Все? Значит, такая линейная обращаю ваше внимание, конечная линейная комбинация, на конечность обращаю внимание, является тригонометрическим многочленом. Давайте с вами следствие получим. Название первая теорема Верштрасса. Пусть пункция f непрерывно на отрезке минус пи пи и на концах принимает равные значения. Тогда для любого эпсилон больше нуля найдется тригонометрический многочлен такой, что линейная калерийка как вот такое выражение мы называли во втором семестре? Ну, модуль функции, упрямая модуля функции по компакту функция непрерывна. C норма, так? Правильно, да? Норма в пространстве непрерывных функций. Что здесь написано? Здесь написано следующее, что любую непрерывную функцию на отрезке таком с равными значениями на концах можно с любой точностью приблизить линейной комбинации стандартной тригонометрической системы, то есть тригонометрическим многочленом приблизить по C норме, так? По-другому давайте взглянем. Скажите мне, пожалуйста, что означает, если я рассматриваю последовательность ну, здесь стремление к нулю, то это переформулировка какой сходимости? Супремум по всем иксам. Ну, равномерной, да, сходимости. По-другому можно сказать так, что для любой непрерывной функции на отрезке от минус пи до пи с равными значениями на концах найдется последовательность тригонометрических многочленов, равномерно сходящейся к f. Понятно, коллеги? Все замечательно. Первая теорема Верштрасса должна быть вторая теорема Верштрасса. Вторая теорема Верштрасса говорит, что функция, тут уже не важен какой отрезок, непрерывная на отрезке, по ц-норме приближается с любой точностью алгебраическим многочленом. Это легко вывести вот отсюда, небольшую тригонометрию здесь привести, замену сделать и свести к первой теореме. Но мы с вами более широкий взгляд окинем на эту тему и вот это будет содержанием следующей теоремы. Но понятно, какая цель, да, ребят, вот доказать в том числе вторую теорему Верштрасса о приближении непрерывной функции алгебраическим многочленом. Это более важный результат и применяется в неожиданных местах. Ребят, понятно, что мы будем сейчас делать. Давайте я тогда буду убирать. По пути еще раз прокомментирую, что мы с вами теорему 8 доказали. Это действительно важный результат. И вот я предлагаю тоже в качестве задачки обсудить следующее. Как вывести из теоремы 8 фактор равномерной сходимости ряда фурья, который мы получили на прошлой лекции. Помните, если функция там какая? Непрерывная, 2π периодическая и производная кусочно непрерывная на отрезке минус π. вот буквально в одну строчку можно вывести из теоремы 8. Я просто так хочу вам как-то намекнуть, что здесь действительно это результаты красивые и важные и их красота проявляется в том числе в приложениях в неожиданных местах. Вроде бы как тут получить, а вот получить можно. так, ну ладонько, времени нет, нужно обсудить следующую теорему, она буквально стоит в стороне от всего, что я рассказывал, ее можно в любой момент рассказывать, я и собирался в третьем семестре ее излагать, но там не получилось. Давайте теорема последний пункт в этом параграфе теорема Стоуна Верштрассе. Стоуна Верштрассе. Так, ну что, давайте я скажу, начнем с определения. пусть у меня Х это метрическое пространство, можно рассматривать топологические пространства Хаусдорфовы, ну давайте уже ограничимся метрическими пространствами. Так, А это множество функций определенных на Х со значениями в Р и С. Ну, отдельно два случая рассмотрим. Множество А называется алгеброй функций. Если выполнено следующее для любой пары, для любых констант, у нас выполнено следующее. Ребят, что такое алгебра функций? Это просто линейное пространство. Давайте я запишу. А как мне записать, что это линейное пространство? Ну, у меня же множество всех функций на Х образует линейное пространство, поэтому мне достаточно под пространство рассмотреть. Пойдет? То есть я скажу, что αF плюс βG принадлежит А. А алгебра замкнута еще и относительно произведения. Да-да-да, тождественную нулевую функцию. Коллеги, все понятно здесь? Все хорошо. Давайте с вами обсудим, что же мы будем здесь рассматривать, да, будем цель нашего изучать, будем рассматривать под алгебры пространство непрерывных функций со значениями FK, dx компакт, а K это R или C. Ребят, давайте с вами обсудим, вот само вот это множество будет образовывать алгебру? ну, очевидно, да, линейная комбинация непрерывных функций непрерывно, произведение непрерывно, так, все понятно здесь, коллеги, то есть, это действительно алгебра, но мы будем рассматривать те алгебры, которые являются под пространствами, под алгебрами, вот это, понятно, ребят? Задача такая, какими условиями должна обладать алгебра А, чтобы ее замыкание совпадало с С, понятно, коллеги? А замыкание это какая-то топология должна быть, относительно какого расстояния мы будем рассматривать здесь, ну, понятно, С же я уже написал, да, значит, тут возникает функция супремум модуля f от x по всем x сам из x большое, так, ребят? Если это компакт, то это у нас норма, так? Во втором семестре называлась c-норма, да? Ну, вот, относительно c-нормы мы и будем рассматривать. Ребят, понятно, цель нашей лекции сегодняшней? Какими условиями должна обладать алгебра А, чтобы ее замыкание совпадало, ну, замыкание относительно c-нормы совпадало с c? Вот это и есть содержание теоремы. Ну, давайте я прежде всего такой вот простой факт отмечу. Замечание такое. Замыкание подалгебры также является подалгеброй. Пусть у меня f и g из замыкания а. Ребят, замыкание а, я привык сверху черту, вы там напишите, вы нам от логики по-другому привыкли, да, здесь видеть, но я уже не могу. Замыкание сверху, черта сверху, да, замыкание означает. Все, поехали. Что раз лежит здесь, тогда существуют последовательности где? Лежащие в а, так, сходящиеся по c-норме к f и g соответственно. Так, коллеги? Я должен показать, что у меня замыкание также тавтология замкнута относительно операции. Ну, давайте посложнее проверю для произведения, а для линейной комбинации вы увидите, что аналогично. Итак, проверяю, покажем, что, ну что, я взял элементы отсюда, должен показать, что произведение там же лежит. Ну, скажите мне, пожалуйста, ну, надеюсь, понятно и так, да, я должен опять приблизить какими-то функциями, да, непрерывными, из а. Ну, какой же мне последовательностью приблизить произведение, если у меня сомножители приближаются fn, ну, наверное, произведением, да, значит, я вот и пишу, c-норма fn gn минус fg, вот, рассматриваю. ну, точно так же, как доказывали, там, не знаю, предел произведения, что, добавлю, вычту, пойдет, коллеги, все, ну, давайте оценим, оцениваю, ну, что, неравенство треугольника сюда, есть здесь общий множитель, да, вынесу, да, вот, c-норму, вот вынесу, значит, ребят, понятно, что я сделал? Все замечательно, скажите мне, пожалуйста, ну, вот это константа, так? Вот это бесконечно малая, по условию, вот это бесконечно малая, а вот это, ой, а тут непонятно, что, ограничено, а чем ограничено? Ну, конечно же, я могу взять любое, эпсило, например, единичку, и оценить, чем? гн стремится к g, можно сказать, что в какой-то момент они попадают, да, вот это вот, g не превосходит нормы g плюс 1, да, по неравенству, так? Начиная с некоторого момента, ну, все, значит, это ограниченное, и у меня выполнено, так, коллеги, все ли понятно? А это означает, что мы нашли последовательность hn из а, равномерно сходящуюся к произведению f на g. Это означает, что у меня f на g лежит в замыкании а. Все понятно, коллеги? Ну, надеюсь, понятно, что даже легче доказать для... Здесь не надо ничего добавлять, просто... Итак, константы вылезли. Давайте напишем, аналогично устанавливается, что альфа f плюс бета g лежит в замыкании. Коллеги, можно продолжать? Все ли здесь понятно? То есть давайте так, я чуть... Я, конечно, это не буду явно говорить, но на самом деле мы с вами осознали, что можно при изучении ограничиться замкнутыми подалгебрами. Всегда можно перейти к замыканию. К замкнутой подалгебре это что значит? Само как замкнутое множество. Давайте я теорему сформулирую. теорема... Ну, 9, да? Как раз и есть теорема Стоуна-Верштрасса. Пусть у меня x это компактное метрическое пространство, а подалгебра c, x со значениями в r, со значениями удовлетворяющее следующим условием. Первое условие называется разделение точек. Для любых точек x, y из x большого x не равно y найдется функция из А такая, что f от x не равно f от y. Ну, понятно, что это необходимое условие, коллеги. что если у нас в каких-то двух точках все функции принимали одинаковые значения, то уже произвольную функцию не приблизишь такими элементами. Всё, значит, это необходимое условие. Ещё одно необходимое условие называется нигде не обнуление, или как так можно перевести. Для любого x из x большого найдётся функция g из А такая, что g от x не ноль. Ну, тоже, да, необходимое условие. Совершенно замечательно, что это достаточные условия. тогда тогда у меня замыкание А совпадает Вот такой замечательный результат мы должны с вами доказать. Коллеги, всё ли понятно пока по формулировке? Всё вот ну, я с вами поделюсь. Как-то два года назад очень студентам понравилось. Я помню даже на пересдаче просили доказывать такой результат. Я был удивлён. давайте надеюсь вам понравится. Он действительно неплохой. что я хотел сказать? Я хотел сказать сейчас перед тем, как пойти отдыхать, хочу вас настроить какой же какая идея доказательства. Идея доказательства на мой взгляд замечательная. Исторически так это всё развивалось. В 1885 году Карл Вейерстрасс доказал вот эту замечательную теорему о том, что у нас любая непрерывная функция на отрезке приближается с любой точностью по ценорме алгебраическими многочленами. Ну, это какая-то действительно жемчужина математики. в дальнейшем молодое поколение соревновались, кто какое доказательство попроще предложит. Например, Лебек 23 года предложил свое доказательство этой теории. Развивалось, развивалось. Маршал Стоун, американский математик, в 1937 году предложил вот такой взгляд на эти вещи. в 1948 году он уже оформил доказательство вот то, которое мы сегодня имеем. То есть там уже трудно что-то упростить. Так какое же доказательство? Давайте с вами посмотрим. Вот давайте пусть у меня вот это это x. Вот у меня функция. Ну, немножко там поработаю f. Покажу, что используя вот эти условия можно добиться найти функцию такую из а, которая проходит через две заданные точки. Вот я хочу ну вот точку x зафиксировал, а y как бы двигаю. Вот у меня найдется на функция g да x, y найдется давайте я другую вот это y найдется один найдется y2 вот а теперь внимание вопрос всем ли понятно ребят что это у меня непрерывные функции поэтому если тут совпадение есть то значение же мало отличается от значений f и это у меня ну то есть у меня возникают окрестности так 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 возникают окрестности у любой точки y из x а значит у меня есть что покрыт открытое покрытие компакта x ой так значит получается здесь покрывается конечно можно выделить конечное подпокрытие и значит выделим конечное подпокрытие значит таких существенных функций конечное число выберу я из них максимум тогда этот максимум не может не будет вылезать за эпсилон полосу ниже так правильно он может только быть выше ох ну и то же самое прокручу двигая теперь x ну вот и вся идея понятно коллеги значит давайте с вами задумаемся что я должен сделать я должен показать что если у меня функция лежит а то и максимум минимум лежат так это существенный момент давайте чтоб вы поняли чем я буду заниматься сейчас оставшуюся часть времени до этого я так должен дойти и значит что там еще сказать так максимум минимум переписать можно через модуль поэтому задача такая что если сама функция лежит то ее модуль лежит в замыкании понятно коллеги идея ну вот все сделаю за три шага а потом вот это прокручу все давайте сделаем перерыв ну что коллеги давайте приступим к доказательству теоремы стоуна вирш трасса прежде я хочу сделать объявление ребята нужно провести теоропрос да вот так что давайте где-нибудь в конце марта начале апреля проведем да там как-нибудь дайте дайте мне знать как когда у вас там более-менее без дедлайнов чтобы уделить моему предмету немного времени так все договорились но просто я должен как-то стимулировать изучение иначе потом не знаю давайте перейдем к доказательству итак я вам план доказательства теоремы сказал но нужно чуть какой-то небольшой технической работы произвести чтобы добраться непосредственно до доказательства оформим нескольких леммок да лемма дайте я здесь свою нумерацию три лемма ну что первое это покажем что можно по цнорме приблизить модуль x функцию на отрезке минус 1 1 многочленом алгебраическим итак давайте это докажем итак лемма 1 для любого эпсалон больше нуля существует алгебраический многочлен p от x такой что p от нуля ноль и для всех x из отрезка минус 1 доказательства разложим функцию в степенной ряд не буду коэффициенты писать окатые какие-то числа ребят что мы знаем про этот степенной ряд если у меня 1 плюс t в степени альфа альфа больше нуля я одно там замечание делал далекий второй семестр что у меня что у меня есть скажите какой здесь интервал сходимости радиус сходимости какой ну единичка да интервал минус 1 1 теория нам говорит там сходимость есть да а мы сделали замечание и доказали сходимость равномерную на отрезке минус 1 1 когда показатель положительный ну вот у меня 1 2 больше нуля давайте я это запишу разложим в степенной ряд этот ряд сходится равномерно на отрезке минус 1 1 поэтому существует номер такой что у меня выполнено меньше эпсилон пополам для всех у минус 1 1 пойдет коллеги ну все ребят всем понятно что у меня появился здесь многочлен скажите скажите что мне сюда нужно подставить чтобы получить модуль х ну что сюда ну единичка должна сократиться да 1 минус х квадрат если у меня ну значит что я значит положим положим у равное 1 минус х квадрат если у меня х вот отсюда то у куда попадают 0 1 да и значит сюда попадают в этот промежуток значит я могу сделать эту подстановку положим тогда найдется да ребят вот эту вот вещь я подставил вместо у раскрыл всем понятно что я получил многочлен от х ну вот пишу найдется многочлен p маленькая от х такой что модуль х минус p маленькая от х меньше эпсилон пополам для всех х из минус 1 1 в частности при х равном нулю ребят что получается при х равном нулю если я сюда для всех же х подставлю правильно вот это да получается искомый многочлен определим как как же мы определим да вот так уберу свободный член убрал свободный член этого этим я добился что p от 0 а 0 покажем что реализуется необходимая точность тогда тогда что п подставил вот это выражение и по неравенству треугольника оценил так коллеги это у меня меньше эпсалон пополам это у меня меньше эпсалон пополам меньше эпсалон для всех х минус 1 1 что и требовалось доказать все ребят сделано так хорошо продолжаю разговор лемма 2 значит если у меня f лежит в а то модуль f лежит в замыкании а а напоминаю это что подалгебра cxr ну вот это итак поехали ну напишите если f тождественно равно 0 то утверждение очевидно так пусть у меня f не тождественно 0 тогда ее норма m маленькая положительно так для любого эпсалон больше нуля найдется алгебраический многочлен такой что p от нуля 0 по предыдущему так теперь скажите мне коллеги вот вот у меня выполнено дайте вот здесь вот это выполнено для всех иксов я я сюда могу любые значения подставлять лишь бы они лежали вот здесь могу подставлять f от x поделить на m на норму так так будет будет же это значение по модулю меньше либо равно единице так коллеги ну все подставляю тогда найдется такое что и выполнено что выполнено ну вот то что сказал давайте запишу модуль f от x поделить на m подставил минус p от подставил f от x на m скобку закрыл закрыл меньше ну уменьшу здесь чтобы было красиво вот и это все для всех x из x большое для всех x из x большое так коллеги ребят вот это осознанно все хорошо замечательно следовательно ну раз это для всех x то и для супремума а супремум как называется c нормой так ну давайте я здесь f от x хочу получить поэтому все домножу на m и значит в частности следовательно ну вот эту запись по-другому интерпретирую c норма разности f и m p а здесь композиция вот такая правильно ребят меньше эпсилон м м м да вроде так ребята теперь скажите мне пожалуйста вот эта функция будет лежать в а конечно будет осталось заметить что m на вот эту композицию принадлежит а а вы мне скажете почему это так совершенно верно у нас же алгебра да алгебра что там линейные комбинации и произведение лежат что и нужно мне для этого все спасибо коллеги все ли здесь понятно модуль спасибо модули ребят доказано утверждение ну все теперь необходимое мне следствие следствие значит если у меня f лежит f и g да лежат в а то максимум из f g минимум из f g лежат в замыкании а это следует из леммы 2 в силу представлений максимум f g как выглядит f плюс g плюс f минус g пополам так минимум f g f плюс g минус модуль f минус g пополам а что мы там доказали ну в силу алгебры линейные комбинации лежат да там модуль лежит в замыкании но тогда эта функция лежит в замыкании но все лежит в замыкании понятно коллеги ну все видите как подобрался я к тому о чем говорил да план доказательства держу в голове все еще один ингредиент который должен показать через две точки проходит заданная функция из а ну давайте это сделаем и это будет завершающим пунктом приступим к доказательству итак лемма 3 пусть у меня x y из x большое x не равно y и а b это вещественные числа раз я со значениями v рассматриваю тогда тогда у меня найдется функция g с а такая что g от x заданное значение а g от y заданное значение b ребят давайте я тут прокомментирую на практике самое ходовое условие которое здесь которым можно заменить два это то что наша подалгебра содержит все константы вот если содержит все константы то это очевидно здесь выполняется так ребят значит давайте с вами посмотрим вот если у меня подалгебра содержит все константы ну надеюсь лемма 3 очевидно ну легко там как мы в теореме Лагранжа там делали сдвигали функцию так и здесь сделать ну а так как я более общий результат хочу доказать ну чуть-чуть здесь небольшое творчество есть итак пусть f разделяет f из а разделяет разделяет x и y то есть то есть то ребят f от x не равно f от y выберем выберем функции h x h y из а такие что функция в силу пункта 2 h x на x не обнуляется и h y на y не обнуляется выберем и определим следующие функции из а у от t так ну чтоб мне тут не забыть f от t минус f от ну чё тут y h x от t v от t f от t минус f от x h y от t ну произведение лежит в а линейной комбинации лежат в а так что вот это вот все у меня действительно функции из а сейчас ребят если я вот такую вот функцию забабахаю вы скажите она будет подходящей так на u плюс b v y на v вот будет она искомая итак коллеги надо сказать почему вот это не обнуляется если я x сюда подставляю то это у меня не ноль и это у меня не ноль по условию так вроде бы это не нулевая константа так и это у меня вроде тоже да не нулевая константа все понятно так значит это имеет смысл давайте лежит g в а числа числа линейной комбинации двух функций из а лежит да в а давайте с вами посмотрим g от x чему равно g от x сюда x это сократилось а а вот здесь что будет v от x v от x это будет ноль ну вроде так как запланировал сработало пойдет ребят нет вот вы раскроете это будет просто коэффициент на h значит это я пишу искомая это искомая функция ну все коллеги поздравляю теперь надо доказать так что бы то ни стало надо успеть так ну поехали доказательства теоремы пусть у меня функция f прерывная со значениями и епсилон больше нуля и так по да зафиксирую зафиксирую точку x из x большое для всякого y из x большое по лимми 3 найдется функция g от x y из а такая что g x y от x совпадает с f от x g x y от y совпадает с f от y ну как вот и говорил пишу поскольку функции f и g x y непрерывны и выполнено вот это существует окрестность в x y точки y такая что для всех z из этой окрестности у меня что будет выполнено коллеги ну значения мало отличаются да то есть я напишу g от x y z больше либо равно f от z минус ε пойдет коллеги найдется такая хорошо набор набор вот таких вот функций когда y из x большое образует открытое покрытие x так так как x большое компакт то что из этого покрытия можно выделить конечное подпокрытие найдет найдется номер m большое и точки такие что объединение g от единички до m окрестностей дают вместе x ребят ну если кто понял какой у нас план доказательства то скажите какой следующий шаг положим что да совершенно верно положим gx равное максимум из функций gx y1 gx ym тогда скажите мне пожалуйста что это за функция gx лежит вот здесь скажите мне пожалуйста у нее значение в x какое но если у меня у всех у этих функций значение f от x то и у максимума да будет значение f от x отлично все все понятно хорошо ну что теперь двигаю свободу вот по x туда ну давайте вот использую свободу по x пишу 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 поскольку 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 f и gx непрерывно и выполнено вот это то существует то существует окрестность у x такая что для всех z из этой окрестности у нас gx от z не превосходит f от z плюс ε набор у x где x пробегает все x большое образует открытое покрытие x правильно коллеги x было произвольным ну значит у любой точки найдется окрестность ну все объединение всех окрестностей по x все x ну что так как x большое компакт то существует номер n маленькая и точки x1 и так далее x маленькая давайте я уже запишу это так что объединение окрестности окрестности все x пойдет положим положим g равное g равное чему минимум минимум из функции gx1 gxm тогда g лежит в замыкании а а и и и что коллеги ну помогите с одной стороны у нас для всех выполнялось вот такое неравенство а с другой стороны теперь мы взяли вот такие функции для них выполняется такое неравенство ну значит двойное неравенство и g от z больше либо равно эпсилон а в от z плюс эпсилон тогда и для всех z из x большое то есть ребят то есть что то есть То есть c-норма g-f меньше либо равно ε, так? По-другому можно это записать? Так как ε больше 0 любое, то я построил последовательность фактически, ну беру ε1 на n, построил последовательность gn из замыкания А, которая равномерно сходится к f. А f где у меня лежала? Была произвольная функция отсюда. Я любую функцию отсюда приблизил элементам из замыкания А. Ну тогда у меня это лежит в замыкании А. Но А сама была под множеством, замыкание его лежало здесь, ну значит совпадает, да? То замыкание А совпадает с CxR. Коллеги, как? Все ли здесь понятно? Все. Поздравляю. Вот такой вот результат доказан. Есть ли вопросы? Давайте тогда получим следствие. Следствие. Вторая теорема Верштрасса. Вторая теорема Верштрасса. Пусть у меня f непрерывно на отрезке Аb, тогда для любого ε больше нуля найдется Px, алгебраический многочлен, такой, что супремум f от x минус P от x по всем x из Аb меньше ε. Коллеги, как? Все ли понятно? Как мне получить это следствие? Ну, давайте воспользуемся постреляемой из пушки, да? Здесь очевидно, что совокупность многочленов алгебраических удовлетворяет этим. Содержит константы, выполнено 2, ну, например, многочлен x разделяет любую пару точек, так? Ну, значит, замыкание совпадает с этим, что здесь и записано. Правильно, коллеги? Все замечательно. Давайте я скажу... Давайте еще одно следствие и, наверное, разойдемся, да? Ну, у нас комплекснозначные функции. Надо бы что-то сказать про комплекснозначные функции. Это нетрудно теперь сделать. Еще одно следствие нашей теоремы. Ну, я хочу сказать, что в такой формулировке теорема неверна для комплекснозначных функций. Вот давайте эту задачку оформим, да? Задача... Пусть у меня x — это единичный диск на комплексной плоскости. Покажите... что замыкание ну, как бы линейного пространства многочленов, что замыкание множества многочленов ну, определенных на x, да? Не совпадает не совпадает с c и x со значениями в c со множеством непрерывных функций со значениями в поле c. Указания указания вот есть такая функция, да? Непрерывная, которая необычна для сопряжения, да? z сопоставляет z с чертой. Так, ну давайте мы сейчас разойдемся. Я просто скажу, какое следствие. Следствие такое. Надо добавить еще третий пункт, чтобы было верно, что вместе со всякой функцией содержит и сопряженную функцию. Самосопряженная алгебра, говорят. Вот тогда совпадет. Ну, может быть, подумайте сами, это легко теперь вывести, аппроксимировав отдельно вещественные мнимые части. Вот, используя это. Ну, мы в следующий раз сделаем. Вот, например, мы выстроим без комплексных функций без третьего функтора. Да, ну сейчас обсудим. Ну все, тогда всем спасибо. Всего доброго.